Гость народной волны. Хороший гость. Общительный гость. И у нас сегодня замечательный гость, заслуженный артист России Владимир Долинский. Здравствуйте, Владимир Абрамович. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, о том, о предстоящем шоу, какие билеты можно купить на сайте RussianHotline.com для тех, кто еще не приобрел билеты. Ну, к шоу мы еще вернемся. А все-таки, я думаю, что наших слушателей интересует, так сказать, персона, интересует личность, интересует судьба. Давайте я даже, поскольку я понимаю, что интересует. Я, знаете, родился я в военный год над головой самолетом, 44-й год. Мой папка после ранения был у генерала Корнева, в доме играл в проферанции, их соседка Зинка Ефимова, первая пионерочка Москвы. Это моя мама, пришла тоже поиграть в проферанции. Они сели за карточный стол, тут же поругались, из-за того, что не тот кто-то дал прикуп. Все. После этого они ушли домой вместе с мамой. И, по-моему, в эту же ночь я был зачат и через 9 месяцев родился. Вот так вот было. Такая незатейливая. Папа с мамой прожили 26 лет вместе, пока папа в возрасте 56 лет не ушел из жизни. У него было больное сердце. Вот, собственно говоря. Я был ужасный хулиган в школе. Меня выгоняли из шести школ. В конце концов, меня в моем районе не брали. Из-за драк, из-за каких-то там каверц, гадостей, прогулок. И меня отправили к брату в школу, в Ленинград. А брат кончал там. Это от первого брака моей мамы, мой Игоречек брат. Он заканчивал там военную академию. И я жил у него там. Закончил в Ленинграде школу. Начал там заниматься всерьез театром. В доме офицеров ленинградском. Туда в это время приехал театр Вахтангова. Я сумел показаться Владимиру Абрамовичу Этушеву, своему тезке. Вот. И он сказал, поступай. Ты только шепелявый отправляй. Мне прощают, я тоже шепелявый. А у меня был боковой шагматизм. Вот так вот я разговаривал у меня. Язык на шипячих-пистячих шел вот так в сторону. Я читал Симонова стихотворение. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщина, как шли бесконечные злые дожди. И когда я поступал, там что русская мать нас на свет родила. И у меня слезы текут. А комиссия ржет со смеху. Борис Евгеньевич Закава, ректор, помирает со смеху. Я говорю, что плохо? Он говорит, нет. Отлично. Так смешно. Молодец. Вот такая вот история. Но, тем не менее, я за два месяца, меня приняли как бы условно, исправимый у меня дефект или нет. И я вроде как исправил. Когда через два месяца я пришел, вошел в кабинет к Закаве и говорю, вот я дикцию исправил. Хотите, почитаю вам те же. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины. Ой, не надо, не надо. Раньше так хорошо было. Не надо. Вот так я поступил в театральный институт. Чего говорить дальше? Дальше у меня был очень... Я хорошо закончил его. У меня был очень серьезный взлет, когда я поступил в театр сатирой. Был кабачок 13 стульев, когда я молоденький, 21 года мальчишка, стал вообще популярным. Популярностью было, как моя мама говорила, полный лифчик. Вообще встречали у подъезда девчонки из мясомолочных, педагогических, инъязовских техникумов, за автографом и за всем остальным стоял. А потом я, в общем, довольно удачно присел. Я получил пять лет за нарушение правил валютных операций. Сначала это была вроде такая игра на гастроли. Надо было ехать на гастроли, хотел купить. На гастроли за границу. Купил валютку, купил недорого, по три рубля от доллара. А потом гастроли отменились. У меня остались эти 200 долларов. Нафиг они мне нужны, что с ними сделать? Я их предложил продать. И продал их не по три, а по пять рублей. То есть я заработал 400 рублей. При том, что у меня зарплата была 75 в месяц. Я подумал, боже мой, как же это легко, как это прекрасно. Какая хорошая подработка. В общем, очень скоро меня схватили за руку с этим делом. И пять лет мне дали усиленного режима. Я сидел в колонии в городе Кирово-Чепецке. Куда ко мне приезжал, кстати говоря, мой товарищ, ваш актер. Довольно известный. Его знают, его любят. Элик Баскин. Элик Баскин. Мы с ним работали вместе в театре. Потом он уехал в Америку. А я отъехал в город Кирово-Чепецк. И он перед отъездом в Израиль. Он уехал через Израиль, а потом уже в Америку. И он приезжал ко мне в колонию. И мы сидели друг против друга. И он не мог мне сказать, что он уезжает. Потому что там все происходит. Об этом надо отдельное дело. Спектакли, наверное, и рассказы. А так, если пробежаться по своей... Потом я вернулся. Я был в театре Ленкома. Потом я был в театре у Никитских ворот много лет. Начал активно сниматься. Хотя одно время я хотел переехать в Америку. У меня жил брат в Лос-Анджелесе. Мой двоюродный, с которым я был очень близок. Мы с женой... Вернее, жена выиграла на нашу семью грин-карт американскую. Мы ее получили. Мы приехали в Америку. Нас прекрасно встретили. Но моя мудрая жена сказала, что нас встречает, Володь. Потом мы приехали погостить. А потом что будет? Неизвестно. И как, что. И в лучшем случае ты будешь здесь без знания языка. На Бадмицевых и Бармицевых подрабатывать. И, ну, в общем, я не увидел своей перспективы. И тут у меня как раз начался такой активный съемочный период. Графини де Монсаро. Там, ну, много. Я наснимался за это время почти в 100 картинах и сериалах. И вот, в общем, я так и дошел до жизни такой, что сейчас я еду. Потом, после того, как я снялся в «Мишка и Пончик», «Жизнь и приключения Мишки и Пончика», мне замечательный такой певец израильский, Володя Минкин, он шоумен и певец, он предложил мне сделать программу по сериалу. Я там играю, если те, кто смотрел, помнят наверняка, конферансе Йони Каливандовского. И как бы я веду это шоу. Он якобы Мишка и Пончик, вот наши с ним отношения, судьба, песни, монологи. В общем, я одно могу сказать, что я очень завидую вам, вот конкретно вам, еще очень завидую тем зрителям, которые пойдут. В это шоу вложено очень много души, очень много фантазии, немало денег. Вот, и я очень рад, и я завидую тем людям, которые придут и посмотрят его, потому что там есть на что посмотреть. Мне так кажется. Я думаю, никто не плюнет после этого шоу в мою сторону. Это здорово, правда. Кому принадлежит идея, вы сказали, а кто ставил шоу? Ставили, ну, мы работали вместе. Там сценарий написал такой Леонид Шур, израильтянин, тоже наш гражданин Израиля. Замечательный, талантливый человек. Он помогал, но в основном мы с Володей Минкиным, мы сами это делали, понимаете. Там ведь был, как бы нужен был только сценарий, потому что там что? Там конвои идут, наши какие-то взаимоотношения с Мишкой. И песни, песни и танцы, монологи мои. Здесь не надо было быть особо. Но это все... Да, балетмейстов, конечно, у нас очень хороший. Знаете что, давайте попробуем принять вопрос от наших радиослушателей. Если вы не возражаете. Засыпайте вопросами. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Абрамович. Добрый день. Добрый день. Вы начали передачу с того, что сказали, вы сейчас заслуженный артист. А как это влияет на артиста? Потому что вот в Америке Страйзен незаслуженная. Все незаслуженные, они все миллионеры. А как в России? С миллионами хуже, со званиями лучше. Званий у нас много, миллионов у нас мало. Ну, наверное, когда-то во времена Советского Союза звание имело значение. Наверное, ставки были другие. Ну, да, нет. Сейчас это в основном имеет значение, на каком кладбище похоронят. Со званиями народные, ближе к центру, заслуженные подальше. Без званий, за городской чертой. Это... Если позволите, о вашей семье, о вашей супруге, о вашей дочери. А, это моя гордость. Это моя гордость. Поленко, она у меня, она одна из ведущих молодых актрис малого театра. Она вот сейчас, она сегодня, она играет Нину в маскараде с Борей Клюевым. Он Арбенина, она... Нину, завтра у нее горе... То есть, простите, сегодня у нее горе от ума. Она играет Софью с Соломиным. А завтра маскарад с Клюевым. Она играет... Она очень много играет в театре. Она одна из ведущих. И муж ее, Дима Марин, тоже. Он играет Хлестакова. Вообще, малый театр. Он так сейчас расцвел, его отремонтировали. И внешне, и изнутри, и творчески. Он очень-очень вырос. Он несет настоящую русскую театральную школу. Она немного где сохранила. Там нет с голыми письками людей, которые бегают по сцене. Там настоящая русская театральная школа. Глубокая, серьезная. И я счастлив, что моя дочь этим занимается. Да, вот такой вопрос хотел задать. Кстати, по поводу вашей дочери. Я знаю, что Полина закончила так называемую щепку. В щепке отключили. Да, вы помогали ей в выборе, вот куда пойти учиться. И были ли вы тогда... Поддерживали вы ее тогда в ее выборе? Потому что я знаю, очень многие актеры, они против того, чтобы их дети... Вы знаете, я понял все. Да, да. Простите, но она была обречена на это. Кого она видела в доме у нас? Она видела у нас в доме артистов, режиссеров, каких-то художников. Людей, причастных к театру. Они приходили к нам в дом. Мы ездили, мы с женой ездили на гастроли. Брали Польку с собой. Она с детских лет, раз она в гримерной надевала, обмахивалась каким-то веером. Надевала на голову корону. Какую-то юбку, понимаете, смотрела из-за кулис на сцену. Она была обречена на ничего к 15 годам, кроме этого. Кроме того, что мы водили ее по концертам каким-то, по музеям, по театрам много водили. А когда она стала заканчивать школу, она сказала, папа, я пойду в театральный. Я сделал... Мне казалось, что у нее что-то есть. У нее эта внешность очень хорошая. Фу-фу-фу. Вот с нами благодаря нашей маме. У меня мама. У меня мама. У меня жена очень красивая, женщина. Вот. И... Я не стал рисковать. Я ее отправил к двум. Я ее женщинам. Я ее к Нине Дворжецкой, поскольку она преподавала в театральном институте. И к Юле Рудберг. И одна и другая посмотрели ее в разное время и сказали, девке надо поступать. Девка хорошая, ей надо поступать. Я с ней выбрал репертуар. С которым она... И она поступила, дошла до третьего тура в Щепкинском училище, где я учился. И в Щукинском. То есть в Щукинском, где я учился. И в Щукинской она подала документы. И документы лежали именно в Щукинском училище. И когда она прошла два тура и там, и там, мне позвонил Клюев. Сказал, Володь, ты реши. У нее третий тур завтра. Послезавтра. А документов нет. Я говорю, Боря, они в Щукинском. Там она тоже прошла. Так ты реши, куда и что. Потому что надо... Я говорю, Боренька, ну как я могу решиться? Ну я возьму оттуда. Она там пройдет, а у вас не возьму. Но если я тебе звоню, наверное, я что-то знаю. И я понял. Я на следующий день пошел в театральное училище Щукина. Вернее, с ней пошли. Я взял документы, перенесли их в Щепкинское. Она поступила. И я до сих пор благодарен Боре, что она... Поэтому я не очень хотел, чтобы она в Щукинском. Вы знаете, там преподавали люди, с которыми я когда-то учился. А очень многие педагоги, многие, далеко не все. Но есть люди, из которых актер не получился, а получился хороший педагог. Но всегда этот педагог будет немножко завидовать удавшемуся актеру. И я боялся, что кто-то будет завидовать моей театральной судьбе. Это, не дай бог, отразится на поле. Понимаете? Там я был свой в Щукинском. Поэтому я решил, что лучше там, где меня меньше знают, так сказать. Вот такая вот история. Вот то, что произошло с моей дочкой. И я счастлив. Она все... Вот у нее на днях была премьера. Перед заходом солнца она играет спектакль. Ну, молодец она, молодец. Ну, по стопам отца пошла. Насколько мне известно, если я не ошибаюсь, Володя Долинский начал знакомство с театром, еще будучи в пеленках на диване директора театра, где служила его тетушка. Нет? Да, да, да. У меня моя первая прописка. Это кабинет директора театра Вахтангова. Андрей Львович Абрикосов тогда был. Почему прописка? Потому что родители приходили, клали меня в пеленочках на этот диванчик, уходили смотреть спектакль, в антракте приходили, диван весь был прописан мною, мне меняли пеленочки, оставляли на второй акт. И снова он был весь прописан мной. И вот это вот. Это моя первая прописка в театре. К сожалению, времени больше нет, потому что я знаю, у вас там следующая встреча с очередными слушателями. Владимир Абрамович, огромное спасибо. А нашим слушателям и зрителям я хочу напомнить, что 5 мая в Чикаго. На всякий случай я скажу, что тур довольно большой. Это будет Нью-Йорк 4 мая, Чикаго 5 мая, 8 мая в Портленде, в Денвере 10 мая, Сан-Франциско 11 мая, Лос-Анджелес 12 мая, Сан-Диего 13 мая. Шоу «Мишка Япончик. Душа Одессы». Музыкальное шоу. Великолепные песни. Ну и все это в обрамлении текстов, которые будет выдавать заслуженный артист России Владимир Абрамович Долинский. Владимир Абрамович, спасибо огромное за то, что вы нашли время для того, чтобы рассказать, немножко познакомиться. Я очень рад этой встрече нашей. И я надеюсь, что вы придете сами к нам. Обязательно. Обязательно. И в том, что я говорил справедливые слова. До встречи, мои дорогие. Спасибо. Спасибо, до встречи. До свидания.